Здравствуйте, уважаемые жители автономии! В эфире ГРТ программа Диалог в студии. Для вас работаем мы, Валентина Чабан и мой коллега-звукооператор Павел Арнаут. О методах, позволяющих повысить качество образования и о стимуле для педагогов и учащихся будем говорить сегодня в нашей студии глава управления образования ГАГАОЗИИ Наталья Крестева. Наталья Николаевна, здравствуйте! Здравствуйте! С удовольствием приветствую вас в нашей студии. Давно мы с вами здесь не беседовали. Беседу нашу начать хочу с конкурса, который стартовал буквально на днях у нас в ГАГАОЗИИ. Это учитель года и воспитатель года, профессиональный конкурс. Проводится он в этом году, если я не ошибаюсь, в 16 раз и относительно недавно прошли ознакомительные встречи с участниками данного проекта. Какие впечатления, какие у вас уже мнения сложились относительно ваших коллег, принимающих участие в конкурсе? Конкурс «Учитель года» — это конкурс вообще республиканского значения. Он проходит в три этапа — на школьном уровне, на региональном уровне. И потом победители нашего регионального этапа будут представлять ГАГАОЗИИ уже на республиканском этапе. Для нас конкурс — это всегда большие ожидания, ожидания открытий, ожидания генерации новых идей, новых взглядов. В то же время конкурс для нас — это и в том числе обнажение проблем, которые имеются в системе образования, во взаимоотношениях педагог, ученик. Потому что, наблюдая за всем тем, что происходит, конечно, возникают вопросы и очень хочется на них найти правильные ответы. В этом году конкурс будет проходить в трех номинациях — это воспитатель учреждения раннего образования, учитель начальных классов и учитель гимназического и лицейского цикла. Это тоже новшество. Раньше у нас были другие номинации. У нас была номинация «Педагогический дебют» и «Учитель». Но в этом году мы решили привести в соответствие с республиканскими требованиями, а на уровне республики именно такие три номинации. И мы считаем это правильным, потому что у нас будет больше шансов выйти в финал республиканского конкурса. Поэтому мы решили объявить эти три номинации. Но ни в коем случае мы, конечно, не забудем в этом году о наших молодых педагогах. И мы проведем для них свой педагогический форум, свою какую-то такую конкурсную площадку. Мы обязательно придумаем, как это сделать лучше и интереснее. И весной обязательно уделим им тоже внимание. Конкурс состоит из нескольких этапов. Первый, как вы правильно подметили, был ознакомительный, в ходе которого мы встречаемся, обсуждаем условия конкурса, обсуждаем то, как бы было комфортнее нашим участникам участвовать в состязаниях и так далее. Ну и в том числе мы в этот этап включили представление эссе «Профессиональный портрет педагога», где мы заслушали всех наших конкурсантов о их видении профессии педагога, о их своем таком педагогическом кредо, о том, как они видят себя в этой профессии. Было очень интересно послушать наших коллег. В этом году их немало. Я не помню, что было такое количество педагогов. У нас 22 участника в номинациях учителя начальных классов и учителя гимназического и лицейского звена и 15 воспитателей раннего образования. После этого сейчас вчера стартовали открытые занятия в детских садах. Сегодня был дан старт первым уроком в школах. В этом году тоже, конечно, немножко условия сложнее для наших конкурсантов. Если в последние два года ковид-ограничения нам не позволили придерживаться требований конкурса и проводить занятия и уроки в других школах, в других детских садах, то в этом году все так, как должно быть. И представьте себе, что конкурсант только накануне, вот мы вчера объявили учителям, где они будут проводить открытый урок, в какой школе, с каким классом, по какой теме. То есть это чужая школа, незнакомые ученики? В школе абсолютно незнакомые ученики. То есть он первый раз заходит в этот класс и начинает вести урок на ту тему, которая идет по плану у этих детей. Мне сложно судить, но наверняка это непросто сделать. Это совсем непросто, это совсем непросто. И я нашла время, все-таки посетила и вчера вот эти первые занятия у воспитателей и сегодня в школе, чтобы поддержать их, чтобы подбодрить, чтобы они не так волновались. Ну, конечно, легко рассуждать со стороны, но я видела эмоции, особенно на первых этапах урока у учителей. Конечно, это сложно, потому что кроме того, что перед ребенком стоит табличка с его именем, ты больше ничего не знаешь ни о его способностях, ни о его подготовке к этому уроку, даже не предполагаешь, что это за ребенок. Плюс нельзя, конечно, не учитывать того, что сзади класса еще сидят титаны, профессиональные жюри, которые оценивают каждое твое слово, каждое твое движение, каждый этап урока и так далее. Поэтому это сложно. И поэтому конкурс, конечно, это колоссальный труд. Но в то же время это труд во благо. И я уверена, что вот эти конкурсы, они останутся на всю жизнь в памяти тех, кто в них участвует. Это будет очень яркая страница в их педагогической судьбе. И она не пройдет незаметно ни в коем случае, потому что мы наблюдаем за нашими конкурсантами, которые были в предыдущих конкурсах. Они становятся более открытыми, они становятся более уверенными в себе. Идет их профессиональный рост, их карьерный рост. То есть это очень такой хороший стимул к рывку дальше. То есть я уверена, что независимо от занятого места, ни один конкурсант не пожалеет, что он участвовал в этом конкурсе. Тем более, что мы всегда говорим, что в подобного рода конкурсах нет проигравших. Они все уже победители, потому что действительно на такие конкурсы приходят самые смелые, самые уверенные в себе, самые творческие, креативные педагоги, которые хотят о себе заявить. И поэтому это уже существенная победа в своем таком педагогическом профессиональном росте. Наталья Николаевна, кроме вот этой вот большой, существенной жирной галочки в профессиональном росте, что еще получают педагоги, которые принимают участие в этом конкурсе и, самое главное, побеждают? Какие привилегии предоставляются им? Есть ли таковые? Конечно, есть. Мы каждый год всегда предпринимаем какие-то новые меры для того, чтобы был стимул, чтобы было желание у наших педагогов участвовать в этом конкурсе. Ну, во-первых, в этом году мы удвоили призовой фонд. Если раньше за первое место педагог получал 5 тысяч, то сейчас он будет получать 10 тысяч. Второе место 8, соответственно, было 4. Третье место 6, было 3. Каждый конкурсант, независимо от того, выиграл он или нет, получает также... Раньше было 1000 лев, сейчас 2000 лев, получает свою номинацию. Ну и с прошлого года мы тоже предприняли такой очень действенный механизм. В прошлом году мы победителям в номинациях, те, кто заняли первое место, досрочно присваивали вторую дидактическую степень. То есть они освобождались от дальнейшей аттестации. Вот так вот, как говорят студенты, автоматом получали вторую дидактическую степень. Это были призеры, только победившие в конкурсах. Я хочу сказать, что у нас 3 конкурсанта получили досрочно вторую дидактическую степень по предыдущему году. В этом году мы, опять же, расширили возможности. И в этом году все участники, которые займут первое, второе и третье место, также будут иметь возможность, если они до сих пор не имеют второй дидактической степени, они имеют возможность досрочно получить ее. А это существенная прибавка к заработной плате на ближайшие 5 лет. И, конечно, это освобождает их от большой такой рутинной работы аттестационной. Поэтому это тоже шаг, который привлекает. Хотя, вы знаете, на конкурс пришли учителя, которые в этом году проходят аттестацию на высшую педагогическую категорию. То есть мы понимаем, что, наверное, как раз это доказательство того, что конкурс — это нечто большее. Если педагог, проработавший в школе больше 20 лет, который идет сегодня на высшую дидактическую категорию, он принимает для себя решение поучаствовать в конкурсе, наверное, он что-то для них значит. Поэтому у нас много квалифицированных, высококвалифицированных педагогов принимают участие. Состав достаточно сильный в этом году. И их ждут еще впереди ряд испытаний. Конечно, вот уроки сейчас идут параллельно. Вот завтра будет профессиональное интервью, когда приедут все участники в номинации «Учитель года» и будут сдавать такой профессиональный экзамен на знания нормативной базы. Они продемонстрируют свои навыки в умении разрешать педагогические ситуации, проблемные ситуации, будут вопросы с психопедагогикой и так далее. То есть завтра они пройдут еще такое испытание. Но я уверена, что они справятся, потому что я вижу, я смотрю в их глаза и понимаю, что это неравнодушные люди, это люди, которые живут в своей профессии. И, конечно, они найдут ответы на все вопросы, которые мы им зададим. Вы сказали о республиканском конкурсе. Есть и такой. Скажите, за годы, что этот конкурс проводится у нас в регионе? Какие места занимали наши педагоги на республиканском уровне? У нас два года или три года назад было два призовых места как раз в номинации учитель начальных классов и преподаватель гимназического и лицейского цикла. То есть у нас есть успехи. И я как раз думаю, что вот эти внесенные изменения в номинации, они нам придадут больше шансов. Потому что у нас была с вами номинация педагогический дебют, которая не была на республиканском уровне. А так наши коллеги уже целенаправленно будут идти по своему профилю. И будем надеяться, что они нам принесут хорошие вести. Ну, такого рода конкурсы, они отчасти являются своего рода методом для популяризации профессии педагога, возврата ей былого имиджа и престижа. В целом, как меняется эта картина у нас в последние годы, Наталья Николаевна? Стало ли лучше? Совершенно верно. Также вот предназначение, миссия этого конкурса – это поднятие престижа педагогической профессии. Мы хотим показать нашему обществу, кто такие учителя, какие они. И хочу сказать, что отношение к профессии педагога, на мой взгляд, меняется. Об этом говорит уже тот факт, что за последние три года у нас в два раза увеличилось количество молодых специалистов. Когда я приступила к должности, мы посчитали, у нас в системе образования работало 3,5% от общего количества педагогов, молодых специалистов. На начало этого года у нас 7,5% молодых педагогов. И это как раз доказательство того, что студенты возвращаются в школы работать, потому что, в принципе, наборы есть на педагогические специальности, но когда доходит дело до того, что ты должен вернуться в учебное заведение работать, здесь уже меньше желающих. Но сегодня и мы на региональном уровне, и я знаю, что на государственном уровне готовятся различные программы для того, чтобы в профессию, во-первых, на мой взгляд, самая большая проблема, конечно, кто придет в эту профессию. Потому что количество – это не всегда значит качество. И надо признать, что иногда эту профессию выбирают, наверное, где-то даже по остаточному принципу. Те, кто не могут поступить никуда, у кого нет там особого выбора. Но даже если это так, потом же можно влюбиться в эту профессию. Совершенно верно, но так и происходит. Оно так и происходит, потому что действительно на протяжении последних 20-25 лет оно так и идет. Потому что был все-таки изменен такой курс профессиональной подготовки. Я помню, когда, допустим, я поступала на педагогическую специальность, у нас было 26 человек на одно место. 26 абитуриентов на одно место в педагогический вуз. И мы сдавали все экзамены вступительные на отличные. Мы не проходили, потому что были льготы там для воинов-афганцев, для детей-сирот и так далее. То есть практически невозможно было поступить в педагогический вуз. Представьте себе. Но потом постепенно, даже не столько интересно, наверное, все-таки это вина государства, которое позволило опустить эту профессию ниже того уровня, на котором он должен находиться. Но сейчас я чувствую, что разрабатываются определенные механизмы для того, чтобы поддержать и сделать эту профессию привлекательной. Но опять же, вы совершенно правы, что придя, если ты остаешься, ты не можешь быть равнодушным к этой профессии. Для тебя все эти стимулы материальные, финансовые, они уже не на первом месте. Все мы родители. Действительно хочется, чтобы нашим детям преподавали все предметы педагоги, увлеченные своей профессией. И знаете, умиляешься, когда слышишь от своего ребенка какие-то приятные отзывы о его педагоге, и видишь интерес, и этот огонек в глазах, когда ребенок готовит домашнее задание и идет в школу с выученными уроками. Мне было сегодня очень приятно, когда дети выходили с уроков и говорили учителю, спасибо за урок, нам было интересно. То есть пятиклашки, казалось бы, никто их не мог научить этому, но вот они искренне так говорили, это самая большая похвала для учителя. Да, высокая оценка, действительно. Проблемы все же еще есть, специалистов необходимо привлекать. Особенно, я так понимаю, сейчас речь идет о привлечении педагогов по государственному языку. Об этом шла речь и на последнем заседании исполнительного комитета. Вы, Наталья Николаевна, выходили с определенными предложениями, делегированным сюда педагогам дополнительно к 120 тысячам леев по правительственной программе выделять еще 400 леев на приобретение жилья. На ваш взгляд, станет ли эта норма эффективной? Ведь мы знаем историю, когда было принято решение выделения средств на приобретение жилья для докторов, для медиков, приезжающих к нам в регион, но ситуация лучше не стала. Много медиков к нам не приехало. На что рассчитываете в этой ситуации? Сказать, что много не приехало, да? Но приехали, если я не ошибаюсь, у нас 11 или 13 есть вновь привлеченных врачей. Это очень здорово. Если приедут 10 педагогов румынского языка, эффект будет ощутимый? Я сейчас скажу в целом, то есть мы привлекаем не только педагогов, преподающих румынский язык или на румынском языке другие предметы. Для нас вообще стоит проблема привлечения педагогов в систему. Сегодня сказать, что большой дефицит, я бы не сказала, хотя вот так привыкли говорить о том, что не хватает много педагогов, нет, у нас не хватает на всю автономию порядка 100-120 педагогов. Все дисциплины сегодня вычитываются, да, они вычитываются за счет увеличенной нагрузки на педагога. Опять же, это и финансовые стимулы. И у нас есть своя программа образовательных грантов имени Степана Михайловича Топола. И вот у нас уже через год по этой программе будут возвращаться в школу наши выпускники, с которыми мы 3 года назад заключили договора, и мы выплачиваем им на протяжении всех лет обучения образовательные гранты. У нас всего на сегодняшний день 30 есть студентов, которые подписали с нами обязательства о том, что они вернутся. То есть это уже гарантированные. Я говорю, что через год они начнут уже возвращаться. Причем каждый год есть студенты, которые заключают с нами эти соглашения. Что касается того вопроса, который был вчера инициирован в рамках заседания Исполнительного комитета ГГУЗИ, в нашем государстве разработана программа по изучению государственного языка для представителей национальных меньшинств. Эта программа была и ранее, закончила свое действие. Теперь новая программа. Она будет рассчитана на 3 года, с 23 по 25. И сегодня в бюджете государства уже заложено 10 миллионов леев для реализации этой программы. Программу еще саму не приняли. Она пока идет ее обсуждение. И Государственная канцелярия Республики Молдова прислала нам ее для того, чтобы мы, Исполнительный комитет нашей автономии, дали свое заключение, что мы вчера в принципе и сделали. Мы предлагаем там ряд изменений, дополнений. Но вот то предложение, о котором вы говорите. Посмотрите, в чем проблема. У нас растет спрос на знание государственного языка. Наши родители, наши дети понимают, что сегодня без знания государственного языка выпускник не конкурентно способен, ему тяжело адаптироваться и в образовательное пространство высшего образования, и найти себе достойную работу и так далее. То есть убеждать кого-то сегодня учить государственный язык уже не надо. Есть большое количество желающих. И у нас в автономии функционирует несколько учреждений с государственным языком преподавания. То есть школы, в которых все предметы ведутся на румынском языке. Это лице Именеску в Камрате, это лице Лучафуру в Канештах. Есть в селе Русской Киселе Молдо-Русский лице. Но там небольшое количество детей. Параллели есть обучающиеся на русском, параллель на государственном языке. Она охватывает часть ближайших сел к Русской Киселе. И родительское сообщество в Чедерлунге не раз заявляло и ставило задачу перед местными властями. О том, что мы тоже хотим, чтобы дети из Чедерлунга, из Чедерлунского района имели возможность обучаться на государственном языке. Поэтому при поддержке местных властей 3 года назад мы запустили такой проект. И открыли первый класс с румынским языком обучения. Потом открыли второй класс. Потом открыли третий класс. То есть 3 года подряд набирали первый класс. Вот сейчас у нас там есть первый, второй, третий класс. Как мы подбирали преподавателей. Это один преподаватель. Наверняка столкнулись с проблемой. В начальных классах. Это знаю я. Это знает директор учебного заведения. С какими сложностями мы сталкивались. Но мы обеспечили. И действительно сейчас идет процесс. Так как он должен идти. Но уже вот сейчас в сентябре этого года мы должны набрать первый класс. И на сегодняшний день понимания, кто там будет работать, у нас нет еще. Мы находимся в поисках. Еще через год, да? В 24 году. Когда дети окончат четвертый класс. Вот эти самые первые, да? Где должен прийти в класс учитель, который будет вести на государственном языке математику, географию, биологию, историю и так далее. Вот здесь, конечно, очень большие опасения. Что мы не сможем охватить преподавание так, как оно должно идти. Поэтому мы говорим об этой проблеме перед всеми, кто может ее решить. Прежде всего перед Министерством образования. И вот на наш взгляд, одно из предложений, это как раз вот из этих 10 миллионов, понимаете, найти. Вот в этом году, в 23-м, выделить 400 тысяч специалисту, который приедет, который сможет. То есть им выдается 120 тысяч гарантированно по той программе, которая сегодня работает. Плюс 400 тысяч. За 500 тысяч можно в Чедерлунге купить жилье. Но взять на себя обязательства и в протяжении какого-то периода времени обязательно проработать. И мы уверены, что они и останутся. Каким может быть этот период времени? Ну, это уже должны решать те, кто будут финансировать вплоть до 10 лет. 5-10 лет, потому что 3 года это не тот срок. Кстати, сейчас готовят изменения в кодекс об образовании. Если эти 120 тысяч до сих пор выплачивали в течение 3 лет по 40, то сейчас принято решение о том, что выпускнику вуза будет сразу выплачена эта сумма, чтобы он мог ее использовать, но срок отработки увеличивается с 3 до 5. Поэтому как минимум 5 лет, конечно, если выпускник вуза получит такую сумму для приобретения жилья, он должен отработать. И то есть программа рассчитана на 3 года. И вот мы предлагаем в этом году 400 тысяч, на следующий год 120 тысяч на 3 специалиста, и на третий год еще двоих. Таким образом, вот если за эти 3 года мы получим хотя бы 6 специалистов, вот конкретно в этот лицей, конкретно для того, чтобы сегодня удовлетворить спрос на вот такую образовательную услугу, мы решим эту проблему. Что предлагает государственная программа? Ну, например, только в этом году календарном почти 3 миллиона будет выделяться на организацию курсов обучения румынскому языку. Это для преподавателей, повышающих свой уровень, для специалистов, там, медиков, инженеров, юристов и так далее по специальностям. Как правило, мы понимаем, что это курсы будут дистанционные, и для кого-то они будут эффективными, но даже если они действительно кого-то обучат в совершенстве, либо на том уровне, чтобы этот человек смог зайти в класс и преподавать, мы можем получить этот результат, ну, минимальное количество времени, это 3-4 года. А нам нужно решить вопрос вот сейчас, чтобы в мае месяце родители знали, что вот есть учитель, который возьмет моего ребенка и пойдет с ним в первый класс. Поэтому я не говорю, что программа плохая или... Она хорошая, там есть много хороших предложений, причем эти предложения были учтены и на основании наших запросов. Мы тоже участвовали в разработке этой программы, мы давали свои предложения, и многие из них нашли свое отражение в этой программе. То есть отклик вы получаете достойный от Министерства образования и правительства сегодняшнего? Ну, не будем говорить достойный, но мы получаем отклик на некоторые наши предложения. В части именно румынского языка, имею в виду государственного. Вот это самое существенное наше предложение, мы его направляем сегодня в Министерство образования, в Государственную канцелярию, мы озвучиваем это предложение перед нашими партнерами, и мы очень надеемся, что оно найдет достойный отклик. Но эти ребята, которые обучаются в Чедерлонге на румынском языке, в целом какие результаты? Неплохие результаты, неплохие. Там вот особенно первый учитель, который взял класс, сейчас третьеклассника ведет, она участвует в нашем конкурсе «Учитель года», очень интересный педагог. Она носитель языка, и, естественно, ей даже тяжело говорить на русском, и дети вынуждены с ней общаться, они постоянно находятся в этой среде. Поэтому результат есть, если его еще закрепить, и действительно вселить уверенность, потому что когда-то в Чедерлонге был такой эксперимент, когда начиналось преподавание на румынском языке, и как раз дошли до пятого класса, и не было покрытия человеческими ресурсами. И, конечно, сейчас родители очень осторожно идут на это. То есть у нас, если в третьем классе сначала было 23 или 27 человек, то сейчас все меньше и меньше, потому что все выжидают. А что будет дальше? То есть если дальше у нас будут педагоги, и мы сможем предоставить качественную услугу, то, поверьте, спрос будет большим. Внедрение многоязычного образования в учебный процесс – это еще одна актуальная тема сегодня. Это требование времени, требование современной системы образования. Какие лицеи и гимназии сегодня обладают наибольшим потенциалом для того, чтобы разные предметы вести на нескольких языках? Где достигнут все-таки наибольший эффект и результат? Эффект и результат мы не можем сегодня рассказать, где он достигнут, потому что говорить сегодня, что у нас прямо внедряется в таком полномасштабном формате многоязычного образования пока рано. Это элементы многоязычного образования. Но мы поняли для себя одно. То есть мы понимаем, что сегодня языковая проблема, она существует. У нас мы должны прежде всего, конечно, сохранить и развивать, эффективно развивать знания родного, гагаузского языка, других родных языков наших ребят, болгарского, украинского языка. Надо знать государственный язык. Наши родители хотят, чтобы они знали хорошо иностранный язык. Вот какие пути решения этих вопросов? Конечно, прежде всего, это качественное преподавание самих этих дисциплин. Но учитывая, что у нас нет той среды общения, которая бы позволяла укреплять эти знания, мы изучали международный опыт, консультировались с национальными, международными экспертами и пришли к выводу, что многоязычное образование это как раз, на наш взгляд, тот путь, который позволит улучшить языковую среду, языковые навыки наших детей. И предложили нашим педагогам, владеющим на достаточно хорошем уровне, другим языком, нежели язык обучения, русский в частности, создать вот такие условия, чтобы у них на уроках постепенно увеличилась доля преподавания на родном гагаузском языке, на румынском языке, на иностранном языке. И действительно, мы в прошлом году запустили этот проект. В прошлом году было 20 школ, в этом году их уже 27. Увеличилось количество классов, соответственно, увеличилось количество педагогов, которые берутся за пилотирование таких программ. Сейчас вовлечено в этот процесс около 6 тысяч детей. И я хочу сказать, что, конечно, большее количество дисциплин ведется на гагаузском языке, меньшее на румынском языке, есть на английском, есть на немецком, есть кружок на французском языке у нас дополнительный. У нас даже есть группа, которая изучает китайский язык. Это чадерлунка, если я не ошибаюсь. Как дети воспринимают это новшество? Допустим, если речь о уроке математики, один пример они решают, общаясь на английском, один пример на гагаузском и на молдавском. Так это все происходит? Нет, здесь все зависит от мастерства педагога. То есть педагог, во-первых, очень осторожно относимся к выбору дисциплины, где внедряется этот многоязычный подход. Как правило, наши педагоги выбирают такие дисциплины эстетического направления. Это изобразительное искусство, художественное воспитание, технологическое, физкультура у нас во многих школах на гагаузском языке есть. Хотя эксперты говорят о том, что как раз точные науки, такие как математика, которая имеет наименьший словарно-визуальный запас, они легче поддаются внедрению многоязычного образования. То есть учитель сам выбирает, как правило, все, что мы знаем уже, то есть не новый материал, а повторение пройденного, какие-то термины ведутся на втором языке. Это называется целевой язык, который мы внедряем постепенно. А новый материал, какие-то серьезные вещи, они даются, естественно, на том языке, которым в совершенстве владеют дети. Я присутствовала на таких уроках, поверьте, это очень интересно. Дети это воспринимают очень оживленно, они очень охотно вступают в эти диалоги, потому что они знают, что на этих уроках их знания языковые не оцениваются, то есть на уроке математики оцениваются математические знания, но не то, как ты говорил правильно на гагаузском или на английском языке и так далее. Но главное говорить, закреплять. И они, вот эта свобода, она позволяет им высказываться, говорить. И я наблюдала, когда даже дети болгарской национальности очень активно участвовали в опросе на гагаузском языке. Кстати, у нас в среду, вот в Чукмайдане, будут открыты уроки в рамках многоязычного образования. Если вам интересно, пожалуйста, можете посетить и посмотреть, как все это происходит. — Благодарю за приглашение. Как раз на одном из открытых уроков по гагузскому языку присутствовала я. Это было село Гайдары, гимназия имени Федора Ангелии. Были на этом мероприятие и вы, Наталья Николаевна, была рада с вами и там встретиться. Проект — это экспериментальный куррикул по гагузскому языку и литературе для начальных классов. Внедряется он в пяти школах, да, у нас в автономии. И инициаторами этого проекта стали наши педагоги, педагоги гагузского языка, которые, как никто лучше, осознают проблему, ситуацию, в которой оказался наш родной язык, и знают хорошо методы, которые позволят выйти из этой ситуации и решить проблему. Какие ваши впечатления были от этого открытого урока и какие надежды питаете относительно этого экспериментального куррикулма, который будет внедряться на протяжении двух учебных лет, да? Этот куррикул действительно родился в результате, опять же, обсуждения и возможных путей решения той ситуации, которая складывается. Я не знаю, наверное, есть ли родители, которые удовлетворены тем программным материалом, который сегодня присутствует на уроках гагузского языка в наших школах. Очень многие родители, очень многие и педагоги, и дети говорят о том, что им сложно, что они не понимают каких-то слов, что они не справляются, и так далее, и так далее. Это вопрос и проблема очень давняя, поэтому мы так же долго анализировали причины ее возникновения, и поняли, что нужен другой подход в изучении родного языка у нас. Настолько уникальная ситуация. К сожалению, дети приходят в школу малоговорящей, хотя сейчас повсеместная реализация программы билингвального образования в детских садах, она дает свои результаты, и это уже не та ситуация, которая была 3-4 года назад, но в то же время те учебники, та программа, которая сегодня есть по родному языку, она рассчитана на ребенка, который в совершенстве владеет родным языком, и он пришел в первый класс отлично говорящий, и его учитель начинает учить грамматики, начинает сразу переводить тексты, заучивать стихи и так далее. Мы же понимаем, что нашим детям в большинстве своем это не под силу. Поэтому мы вместе с педагогами при поддержке научно-исследовательского центра нашего ГГУЗИ, профессоров, педагогов Камрадского государственного университета на протяжении года была создана рабочая группа из педагогов-практиков и представителей науки, которые разработали другой подход в изучении гагаузского языка. Он построен на отработке коммуникативных навыков. То есть, на их взгляд, и мы поддерживаем эту позицию, вот первые четыре года в школе нужно научить говорить ребенка, чтобы он заговорил, чтобы он понимал, а потом уже углубляться в какие-то грамматические сложности и так далее. и мы даже вот и в программе предлагаем, чтобы в конце четвертого класса был устный экзамен по гагаузскому языку, по румынскому, то есть ребенок должен заговорить. Учитывая специфику куррикулума, то это было бы вполне справедливо, я считаю. мы решили в пяти школах апробировать этот куррикулум. Сейчас первый год идет апробация этого куррикулума. Это и городцы, мы целенаправленно подошли, взяли и городские школы, и сельские. Мы знаем, что в сельских проще, в городских еще сложнее, во всех четырех классах. Это сложно, это сложно, это 45 минут нужно говорить и детям, и учителю. Говорить и добиваться именно этого результата. Но мы видели с вами в Гайдарах, мне показалось, что дети говорят. Дети понимают, дети говорят. Если, допустим, мы ходим в городские школы, тоже видно, что дети понимают, но иногда отвечают, переходят на русский язык. То есть, здесь этого не было. Дети такие, ну, в селах, опять же, проще ситуации, хотя директор школы всегда говорит о том, что тоже в семьях в основном говорят на русском, хотя процент говорящих на родном больше, конечно, чем в городе. Но дети в школе вот создается такая вот языковая атмосфера, благодаря чему? Благодаря заинтересованности, прежде всего, директора школы и всех педагогов. То есть, чтобы достичь результата, чтобы достичь качества знания, мы должны для себя очень четко понимать, что это задача каждого отдельно взятого педагога. Какими бы ни были технические средства сегодня наисовременнейшими, какими бы совершенными ни были программы, куррикулы и все подходы, если учитель не осознает важность той задачи, которая поставлена перед ним, если он не загорится и не будет нести ответственность за свой труд, если он не будет понимать, что он должен довести ребенка до определенного уровня знаний, не надеяться на родителей и так далее, или там дополнительные занятия, мы все равно ничего не добьемся. Поэтому мы всегда говорим о том, что все зависит от личности, личности в истории, в педагоге в том числе делает все. Поэтому вот в этой школе, где мы с вами были в Гайдарах, я вижу, что учителям говорят, что учителям это нравится самим, что они хотят, чтобы заговорили дети, не для того, чтобы их похвалило Главное управление образования и так далее. Они просто хотят этого, и у них это получается. Действительно вот такая уникальная ситуация там наблюдается, когда дети приходят и вот у них на переменах я бывала, я слышал, что дети говорят между собой на гагаузском языке и это радует, конечно. У них очень много мероприятий, там учителя с ними говорят на переменах на гагаузском языке. Поэтому они тоже говорят. Родители вот еще часто. Прежде всего, то он задает сама Надежда Пантелеева. Надежда Пантелеева, да, и посмотрите, у нее на всех мероприятиях есть родители, на всех, и она очень, тактично подходит к ним с той идеей, что должны дети знать, должны хорошо знать свой родной язык и удается убеждать в этом родителе. Это, конечно, тоже большое подспорье. Ну и слышно было на уроке, Наталья Николаевна, согласитесь, детей, которые говорят дома с родителями, точнее, родители с ними говорят на гагаузском языке, но остальные подтягиваются за ними, повторяют и тем самым закрепляют, и в целом получается такой неплохой результат. Вы сказали, что прежде всего все зависит от личности педагога, но сегодня современные педагоги, они требовательны и к условиям, в которых работают. Если говорить о техническом оснащении, о современном техническом оснащении, как обстоят дела в целом у нас в наших образовательных учреждениях, современные компьютеры, подключение к сети интернета, интерактивные доски, в полной или мере всем этим обеспечены? Если не в полной, то на сколько процентов? Это как раз тот случай, что когда нам беда заставила нас мобилизоваться и решить те проблемы, которые должны были быть решены. Речи о пандемии, да? Да, речи о пандемии, которые должны были быть решены постепенно на протяжении уже давно прошедших лет. Действительно, пандемия заставила нас пересмотреть способы, средства образования, и за два года в учебное заведение поступило очень большое количество техники, наисовременнейшей техники, причем это современные смарт-экраны, доски, лаборатории и так далее. Вот у нас вчера в рамках исполнительного комитета было три решения, которые мы передавали тоже очень много оборудования во все учебные, не во все, а частично в некоторые учебные заведения. И, ну, сейчас вдаваться там в подробности и говорить сколько у нас смарт-экранов, ноутбуков и так далее. Но это техника не залеживается, не стрибишь дела, да? Я скажу, только одну цифру назову, что есть требования, да, к оснащенности школ. И эти требования сводятся к тому, что на 15 детей должен быть один компьютер в школе. Вот сегодня такие современные требования. У нас в автономии на 6 детей один компьютер. Показательная цифра, показательная цифра. Все школы подключены к интернет-подключению. Все школы, во всех классах есть техника. Каждый учитель имеет свой ноутбук, компьютер. В каждом классе есть либо телевизор, который позволяет проецировать качественно материал, смарт-экраны, интерактивные доски. Даже сейчас, когда мы готовимся к открытым урокам в рамках Учитель года, мы спрашиваем учителя, который приедет, вам какая техника нужна? Все из них заказали смарт-экраны. То есть, они все, чего сегодня приехали, подключили и свободно на них работать. То есть, мы видим, этому за ночь научиться нельзя. Поэтому, они работали на этой технике. Это было их основное требование, что должны быть смарт-экраны. И все три учителя сегодня ими работали на уроках. Есть звонок в нашу студию. Наденьте наушники. Наталья Николаевна. Здравствуйте. Слушаем вас. Вы в эфире. Здравствуйте. Я бы хотел вам задать такой вопрос. Не то, что задать, а вместе с вами чуть-чуть поддискутировать такую тему, где то, что у нас наше будущее только в нашем молодежи. это дети, эти наши студенты, эти школьники наши. Мы очень рады. Я хочу представить это, где саратов Иван Ханга. Мы вас узнали. Дело в том, что мы рады, что вы помогли школьникам нашим, матерям, родителям, помощи по тысячу лет. Но есть одна очень важная тема, которая, на мой взгляд, мало внимания уделяется студентам. Почему я так говорю студентам? Потому что детки маленькие, детки маленькие, детки растут, детки вырастают. Я думаю, что сегодня наша молодежь, по 40 лет, которым по 35-40 лет, они сегодня имеют студентов. И для того, чтобы обучить своих детей, они вынуждены уехать с нашей страны и где-то зарабатывать, чтобы содержать вот этих студентов. Я понимаю, что вы пытаетесь как-то им помочь, но это очень малый взнос. Я предлагаю вам, как вы руководители у нас образование, может выйти с инцидентивой, народное собрание, в этом может выйти весь полконкурс. У меня нет студентов, не думаю, что я сейчас своих студентов подеду, у меня нет студентов. Ваше предложение, Иван Николаевич, у нас не так много эфирного времени. Пожалуйста. Мое предложение, чтобы вы что-то сделали для того, чтобы нашим студентам хотя бы эти тысячи тоже получали, как получали наши школьники. Спасибо. Благодарим. Спасибо, Иван Николаевич, за вопрос. Скорее всего, вы знаете, но я все-таки скажу о том, что мы уже на протяжении последних нескольких лет у нас работает две программы образовательных грантов, и мы постоянно вносим в нее изменения. То есть, раньше это была фиксированная сумма по 500 лей стипендии дополнительной, потом по 1000. Сейчас мы выплачиваем студентам образовательные гранты, равные контракту. То есть, вот, например, сейчас в техническом университете 16 тысяч лей в год ребенок должен заплатить за обучение. Буквально вчера было постановление, опять же, мы пошли навстречу семье, которая обратилась, четверо детей, и включили студента технического университета в этот список, и будем выплачивать ему. То есть, это очень важный подспорь. У нас есть 12 студентов в медицинском университете, которые получают образовательные гранты ежегодно более 30 тысяч, то есть, только сколько стоит контракт. Причем, не все из них обучаются на контракте. Многие обучаются на бюджетной основе, то есть, не платят за учебу, поэтому эти деньги они как раз используют для своего проживания и так далее. Поэтому, мы думаем о поддержке студентов, мы понимаем, что чем больше дети, тем больше у них забот и проблем, и вы в этом абсолютно правы. но здесь, конечно, вот так вот по-крупному помочь всем невозможно, поэтому мы весной всегда формируем региональный заказ, то есть, собираются представители всех отраслей и заявляют о тех специальностях, которые необходимы региону. И мы составляем этот список специальностей, и если ребенок, выпускник, поступает по этой специальности, обозначенной нами, то мы оплачиваем ему на протяжении всего периода обучения полную сумму контракта. Что касается вот этих выплат, о которых говорит наш слушатель, то, что мы помогли школьникам, первоначально в проекте закона были студенты училищ техников, которые расположены здесь на территории нашей автономии, но потом и депутаты, и исполком отказались от этого предложения, потому что посчитали, что они все гарантированно получают стипендии, их питают, но в дальнейшем, конечно, я тоже согласна, что любая помощь в любом возрасте не помешает нашим детям, и будем думать, будем думать об этом тоже. Спасибо, принимаем еще один звонок в студию. Здравствуйте. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Я еще другим, и настралый Виктор. Я вот хочу немножко вот такую тревогу забить. Ну, конечно, в чем смысл и суть, касается, я как сам, у меня было производство, мы с ребятами многими тоже вот общаемся, цакаря, трезировщики, то есть старый контингент людей, которые на базе Советского Союза умеют чертать чертежи. К нам приходят ребята, молодые, даже приносят что-то говорить, ко мне на работу приходили, они совершенно не владеют черчением. У нас в школе преподавалось черчение, это был один из любимых предметов у мальчиков. Почему сейчас нет вот этого предмета? Мальчик хочет что-то нарисовать даже дома себе или что-то такое вот, например, планировать, он не владеет черчением. Спасибо. Учерчение важный предмет, я тоже его в свое время изучала и помню, как мы по миллиметрам очень скрупулезно все эти навыки у нас вырабатывались. Сегодня мы работаем по учебным планам, которые утверждают Министерство образования нашей республики. Отклоняться от него мы не можем, потому что мы получаем, это государственные учреждения, которые выдают дипломы. Знаете, это спорный вопрос и не только черчение, может быть, еще какие-то другие навыки, но всему в школе не научишь, не научишь. И вот я сегодня была в школе, я пришла на второй, третий, четвертый урок, то есть я вот сидела три урока подряд. Дети еще на первый пришли рано утром из дома, кто проснулся до конца, кто нет, кто позавтракал, кто нет. После четвертого еще есть и семь уроков. Я после четвертого урока, взрослый человек, если вдумываться, вникать, участвовать в уроке, я почувствовала усталость. Я еще подумала, у меня была мысль такая, думаю, боже мой, вот эти дети, им еще некоторым по три урока в школе. Нагрузка немаленькая. Нагрузка очень большая, очень большая и вообще мы понимаем, что подход к выбору дисциплин, который изучается в школах, должен быть, должна быть дана возможность выбирать, то есть должен быть какой-то базовый набор дисциплин экзаменационных, а дальше у детей должно быть право выбора. Если ребенку близко черчение, там, изобразительное искусство, музыка, хотя мне кажется, настоящие навыки можно развить в специализированных внешкольных учебных заведениях. Есть художественная школа, где можно это все оттачивать. То есть сегодня в школах колоссальная нагрузка, колоссальная. Хотелось бы все вести, и танцы, и другие предметы, о которых просят нас некоторые дети, можно и по, у нас была идея, каким-то народным ремеслам дополнительно. Но когда задумываешься, вот что на это все ложится на плечи маленького человечка, который тоже хочет жить и вздохнуть свободно. Но когда им интересно, они готовы тратить все свое свободное время. на это все любимое занятие. Базовый курс и предметы по выбору. В принципе, возможности есть, и мы уже предпринимаем шаги, когда мы даем школе возможность, допустим, синтегрировать какие-то два курса, немножко разгрузить детей, тем самым, допустим, ввести какой-то кружок дополнительный и так далее. Требует определенных модернизации. Я обсужу, Виктор, я обязательно обсужу этот вопрос с нашими специалистами. Если об этом общественность говорит, значит, есть потребность. Поэтому подумаем, подумаем над этим вопросом, предложим, может, не как дисциплину, может, какой-то кружок будущих инженеров, чтобы они постепенно начинали этим заниматься, в том числе есть смысл где-то и предложить нашим ребятам. Наталья Николаевна, чуть выше Вы говорили о студентах, которые обучаются в техническом университете, в мед. университете и получают финансовую поддержку от региональных властей. Насколько мне известно, по контракту, заключенному между властями и этими студентами, региональные власти обязуются обеспечить их рабочими местами. Студенты в этом году, если я не ошибаюсь, первые уже выпускаются, получат дипломы и, будучи уже сертифицированными специалистами, они приедут сюда, к нам, в Гагаузию. Готова ли власть выполнить свои обязательства по контракту? У нас в этом году уже есть выпускники, из технического университета. Они приехали к нам и мы предложили, была площадка, на которой встретились выпускники технического университета и наши экономические агенты, представители различных фирм, связанных с IT, направлениями и так далее. и они предложили им варианты рассмотрения своей будущей профессии. Есть ребята, которые пошли работать, есть те, кто остался в Кишиневе работать и сейчас они возмещают те суммы, которые были им выплачены на протяжении этих четырех лет. Но у нас есть специалисты, которые вернулись в автономию и мы могли им предложить варианты занятости в автономии. Конечно, первое, что интересует наших выпускников, это уровень заработной платы и сегодня в столице можно заработать больше, нежели в регионе, к сожалению, по некоторым направлениям, поэтому многие наши выпускники остались работать в Кишиневе, где они работали уже будучи студентами. Но мы и этому результату рады, потому что это дети, которые остались в пределах одной страны, которые остались в одном государстве со своими родителями и этому способствовала в том числе наша программа поддержки на протяжении этих четырех лет, поэтому они и остались у нас в государстве. Наталья Николаевна, коллега только что написал сообщение, что позвонил из Бельц наш телезритель, ему 88 лет, к сожалению, не представился, как его зовут и пообщаться с нами в эфире не захотел, но сообщение оставил. Он бывший учитель и тоже согласился с нашим собеседником Виктором, что черчение это важный предмет и очень жаль, что сейчас его нет в программе обучения. Наш уважаемый телезритель из города Бельце очень жаль, что вы не захотели с нами пообщаться в прямом эфире, мы обязательно сделайте это в следующий раз. Я вникну в этот вопрос обязательно. Спасибо. У нас совсем немного с вами еще времени до завершения программы и очень хочется еще поговорить с вами Наталья Николаевна о Олимпиадах. В школах они прошли, результаты известны, теперь следующий этап это региональная Олимпиада. Как она пройдет и когда? Завтра. Завтра, уже завтра. уже завтра будет первая Олимпиада по экологии, это очень интересная Олимпиада, я тоже всегда стараюсь присутствовать на ней, это команды наших школ, которые представляют экологические проекты, то есть это конкретные, такие практические исследования, очень интересные, и вот завтра стартуют региональные Олимпиады, и по март включительно, каждую субботу, воскресенье, у нас будут Олимпиады по тем или иным предметам. В этом году очень большое количество участников, это связано с тем, что в положении проведения Олимпиад внесено изменение, которое позволяет прошлогодним участникам, занявшим призовые места не только на республике, но и в регионе дополнительно участвовать, школа получила возможность дополнительно делегировать детей, в связи с этим количество детей увеличилось, ну плюс мы тоже постоянно предпринимаем меры для того, чтобы стимулировать детей к участию в Олимпиаде, ну естественно это финансовое поощрение и вот уже второй, третий год мы будем выплачивать дополнительные премии, то есть есть установленная на республиканском уровне премия за первое место 300 лев, за второе 200 и за третье 100. наши дети современные конечно умеют считать деньги и это не такие суммы, которые вдохновят может быть, хотя опять же здесь настолько дипломы врученные на сцене в ДК Кабрата однозначно вооруживают ожидать ли такого мероприятия в этом году? мы третий год подряд нарастили республиканские премии своими, то есть к 300 республиканским мы добавляем 500 своих гагаузских и за первое место наши дети получают 800 500 300 то есть соответственно каждую номинацию мы повышаем значительно в 2-3 раза своими собственными средствами мы также стимулируем и педагогов которые готовят этих детей и если на уровне республики им выплачивается премия 100 лев за ученика который занял первое место мы добавляем еще свои 300 лев и вот таким образом стимулируем конечно поощрение этих детей но обязательно тоже пройдет торжественной обстановке так как мы это проводим потому что это золотой фонд нашей автономии нашего государства это замечательные педагоги которые готовят этих детей поэтому мы всегда уделяли и будем им уделять существенное внимание и благодарить и деток за их труд и их педагогов второй год подряд у нас мы впервые в прошлом году запустили олимпиаду также среди учащихся начальных классов 3-4 класс это надо было видеть этих ребят которые в прошлом году тоже добились своих успехов в олимпиадах региональных замечательные дети это те дети на которых нужно обратить внимание уже в начальной школе работать хотя каждый ребенок достойно внимания каждый ребенок на любом своем этапе может раскрыться так чтобы действительно проявить себя и показать уникальные возможности и способности поэтому мы расширяем возрастной состав наших участников и в этом году тоже будут принимать участие и малыши тоже будут премированы тоже надо было видеть как они держали свои первые деньги заработанные своим умом в прошлом году поэтому мы конечно предоставим эту возможность и в этом году победители региональных олимпиад поедут на республиканские олимпиады здесь тоже у нас есть прогресс у нас с каждым годом растет количество призовых мест которые занимают наши ребята и радует что это не только призовые места по гагаузскому языку где у нас нет конкурентов да и понятно что первое второе третье место это будут наши дети но у нас есть призовые места в прошлом году были и поточным наукам и мы там очень рады у нас есть фонд в области образования тоже впервые был введен в этом году в прошлом учебном я имею ввиду и вот оттуда у нас есть возможность стимулировать этих детей вот сейчас мы запустили в конце декабря в январе мы готовим детей которые будут участвовать на республиканских олимпиадах мы пригласили преподавателей из Кишинева это преподаватели ведущих вузов которые занимаются с нашими детьми мы оплачиваем мы с ними заключили договорные отношения по информатике по химии по физике вот мы нашли к сожалению тяжело найти русскоговорящих преподавателей поэтому для нас подготовка и работа с одаренными детьми это большой приоритет нашей деятельности Наталья Николаевна к сожалению время истекло мне было очень интересно с вами беседовать в нашем эфире вопросы по нескольким темам остаются незаданными а значит есть повод снова с вами встретиться в нашей студии в студии радио Гагаози всех благодарю благодарю за внимание за вопросы и желаю всем всего доброго до скорых встреч в эфире ГРТ до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч до скорых встреч Продолжение следует...